Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим вот о чем. Да о чем бы мы ни поговорили, вас все равно будет интересовать один вопрос. Куда делась борода Иоганна Себастьяна? Ну что ж, тогда об этом и поговорим. Стоит ли мужчинам брить бороду? Сейчас очень модно стало отпускать бороду. В свое время, когда я ее начал отпускать, это еще было не модно и на меня народ шарахался. У меня была такая лопата, на меня народ шарахался просто на улице. Кто-то благословение пытался спросить. Сергей в посад приехал, за священника принимали, благословение спрашивали, только потому что борода была. А сейчас смотрю, практически каждый первый носит бороду. Итак, стоит ли брить бороду? Вот смотрите, бороды нет. На кого я похож? На баба-раба. Да, друзья мои, именно на баба-раба. И поэтому бритье бороды, я думаю, что это один из первых шагов вообще был на пути установления матриархата и феминизма. Когда Петр Первый заставлял бояр брить бороду. Это действительно какое-то баборабство. Просто может быть Петр Первый не разобрался, для чего это делалось в Европе. А там уже насаждался, скорее всего, потихонечку. Даже не матриархат, а прото-матриархат. То есть то, что потом послужило основой для возникновения матриархата. Между прочим, если не ошибаюсь, в 1550 году в России проходил Стоглавый собор. Некоторые постановления Стоглавого собора касались светской жизни, некоторые, хотя она такая была относительно светская, некоторые непосредственно церковной жизни. И вот в том числе возникали там богословские споры. И один из споров, знаете, как звучал? В Библии написано, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. И вот богословы задались вопросом, а в чем конкретно, в чем образ и подобие Божьи в человеке? И они ответили, в усах и в бороде. Уже позднейшие богословы сказали, что это жуткий упадок был российского богословия, что ну какую хрень спороли. В усах и в бороде образ Божьи в человеке. Но тем не менее, давайте вдумаемся, все-таки что-то же они имели в виду, вот те богословы, которые писали одно из постановлений Стоглавого собора, одно из ста постановлений. Что-то же они подразумевали, когда говорили, что в усах и в бороде образ Божий в человеке подразумевается. Ну, во-первых, получается, что по их мнению, это не я сказал, а по их мнению, в женщине нет образа и подобия Божьего. То есть человек, то есть мужчина сотворен по образу и подобию Божьему, а уже женщина сотворена из ребра. Получается, что это опосредованное творение. Она не непосредственно творится из ничего, из праха земного. Она уже из мужчины, часть мужчины идет на создание женщины. То есть, образ Божий усваивается только человеку. Дальше, давайте посмотрим, где он усваивается. На лице. Ну, если посмотреть даже на этимологию слов, на близость слов, допустим, лицо, лик, когда мы говорим об иконах, личность, когда мы говорим о всё-таки человеке. Личность как нечто, ну, не телесное, не только телесное. То есть, личность, лицо и лик, это же однокоренные слова. И поэтому уж если где-то искать какую-то личностную составляющую, в теле имеется в виду, то не иначе, как на лице. И поэтому, если искать вот этот какой-то, ну, объединяющий фактор лика, лица и личности, то это как раз лицо. Вот на лице надо искать. Ну, вот и получается, что усвоили только мужчине образ и подобие Божий и сказали, что вот на лице это борода и усы. И смотрите, цель, допустим, того же матриархата, как должен выглядеть мужчина с позиции матриархата. А он должен максимально выглядеть не мужчиной. То есть, он должен максимально отказаться вот от тех своих перманентных, скажем так, достоинств, которые делают его мужчиной. Почему? Потому что, смотрите, почему мужчина является, допустим, муж в семье ведущим является. Он глава семейства, он определяет, каким образом и куда будет двигаться его семья. Потому что он умней? Не всегда. Не всегда. Бывают мужчины глупые, бывают женщины довольно разумные. И, может быть, даже если брать, там, кто-то говорит, что в среднем средний мужчина умнее, чем средняя женщина. Потому что, допустим, есть основная часть, там, крупнейших гроссмейстеров, допустим, шахматистов, это мужчины. Потому что основная масса ученых это мужчины. Это по статистике можно посмотреть. Это так. Но в конкретной этой семье роль играет не средний мужчина и средняя женщина, а конкретный мужчина и конкретная женщина. И конкретный мужчина и конкретная женщина могут оказаться не в пользу мужчины. То есть женщина может в конкретной семье оказаться умней. Почему нет? Мужчина глупее. Хорошо, дальше. Мужчина сильней. Опять не всегда. Женщина может быть такая боевая, и мужчина может быть очень дохленький. Может быть сильней, но может и не быть сильней. В каждой конкретной семье мужчина может оказаться глупее, чем женщина, и он может оказаться слабее. Моральней. Опять то же самое, все индивидуально. Вот в конкретной семье женщина может оказаться моральней. Тогда возникает вопрос, почему женщина должна принимать мужчину, мужа, допустим, жена мужа, как ведущего. Если в конкретной семье она может оказаться выше его, практически по всем параметрам. Только потому, что это изначально богом установленная, ну, скажем, иерархия. Потому что мужчина глава, вот и все, он сотворен первым. Других причин нет. Изначальная иерархия, и даже если конкретный экземпляр, скажем так, мужчины, ну, позорит откровенно род мужской, то все равно с него никто эту иерархию не снимал. Это, скажем так, плохой представитель высшей иерархии, вот и все. Только в религии есть обоснование того, что мужчина ведущий. Во всем остальном его нет, потому что если во всем остальном, то в каждой конкретной ситуации мы должны будем решать отдельно, что вот в этой семье женщине лучше отдать бразды правления, потому что мужчина слабее по всем параметрам. В этой, ну да, пусть мужчине. В этой, ну они одинаковые, в принципе, должны договариваться тогда на основе паритета. То есть тогда в каждой конкретной семье не будет главы. Здесь глава, здесь женщина глава и так далее. Так вот, вот именно то, что делает мужчину мужчиной, как раз матриархату и ненавистно. Вот то самое указание на перманентную иерархию, когда не надо равняться, не надо говорить, что вот здесь мужчина мне уступает. А он мужчина, все этого достаточно. Ему изначально дана вот иерархия, это Богом дана истиной, изначально истиной. И поэтому равняться с ним бесполезно. Ну уступает, уступает, как говорится. Будешь как сыновья Ноя. Ноя напился, один сын зашел, как говорится, увидел, разболтал. Два других зашли и спиной подошли, накрыли его одеянием. То есть, да, вот в данной конкретной ситуации он косанул откровенно. Но это не делает его сыновей главами семьи. То есть они не становятся на место отца. Отец остается отцом, сыновья сыновьями. И среди них есть поганый сын, и среди них есть хорошие сыновья. Вот и все. Поэтому смотрите, борода мужчине нужна, я думаю. Поэтому, что касается бритвы, да, вот содержать бороду, как-то ее там ровнять, это нужно. Но вот совсем попробовал и хватит. Отпущу еще. Борода, конечно, она здорово оттягивает от верхней части черепа силы. Поэтому волосы немножко посыпятся. Поэтому за ней надо ухаживать. И вот для этого нужна бритва. Но совсем без бороды как-то мне некомфортно. Буду отпускать.